И первое, что нужно для системы жизнеобеспечения госпиталей в боевых условиях – мощные генераторы. Генератор в 10 кВт – это маленькая электростанция, источник аварийного электропитания. В условиях военно-полевого госпиталя такое устройство просто необходимо. Его энергии хватит, чтобы осветить помещение, подключить бытовые электрические приборы, но главное – обеспечить электропитанием операционное оборудование. Генераторы привезли в Бийск из разных городов России. Здесь по поручению депутата Государственной думы Александра Прокопьева комплектуется фура с очередным гуманитарным грузом. Самое сложное – организовать доставку гуманитарного груза до конкретного получателя, поэтому мы начинаем подготовку к отправке груза, что называется, с конца, с поиска конкретной точки, где его необходимо будет разгрузить. В этот раз было принято решение, что мы будем помогать четырем госпиталям. Это четыре конкретные точки в зоне боевых действий. И груз сформирован, исходя из тех потребностей, которые есть у этих учреждений в данный момент времени. Александр Прокопьев выделил 5 миллионов рублей на помощь для госпиталей. Кроме генераторов отправят сотни комплектов постельного белья, подушек, матрасов и одеял. В условиях полевого госпиталя это расходный материал. Потребность большая и постоянная. Собирать и упаковывать груз для бойцов СВО помогают ребята-волонтеры Бийского Пет-колледжа. Они тоже пришли не с пустыми руками. Принесли для раненых сладости и письма с пожеланиями. В посылках у нас маленькие презенты. Это письма им, пожелания теплые и много сладостей, чтобы побыстрее не поправлялись. Здравствуйте, знакомый солдат российской армии. Вот мы тебя и не знаем, но восхищаемся тобой. Твой нелегкий труд так важен для всей страны. Тебе тяжело. Ты рискуешь своей жизнью, защищая храбро нашу Родину, борясь за мирную жизнь. От тебя зависит спокойствие и мир над головами всех граждан России. Также по поручению Александра Прокопьева в составе гуманитарного груза отправят 28 тысяч упаковок различных препаратов для укрепления иммунитета и лечения сезонных заболеваний. Бийчане, узнав, что Александр Прокопьев отправляет гуманитарную помощь, попросили захватить и их подарки. Валерий Юрьев, депутат городской думы Бийска, купил для бойцов телевизоры. Время в госпитале тянется медленно, а хорошее кино поможет хоть как-то отвлечься, рассказывает его помощница Наталья. Для того, чтобы они быстрее выздоравливали, для того, чтобы у них была связь с внешним миром. Ценность вещей меняется в зависимости от обстоятельств. Если для нас это привычные предметы в быту, то на передовой жизненная необходимость. И та редкая радость, которая позволит бойцам вспомнить тепло родного дома. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...